Наши электрички Не так давно случайно увидел ролик в интернете, в котором автор пытается то ли потроллить, то ли поразвлекаться, щеголяя какими-то знаниями, что в существующих законах существуют какие-то изъяны. Вот этот ролик, так понимаю, снято где-то в Московской области. В двух словах, суть в том, что автор видеоролика начинает упираться предъявить билет, требуя какие-то основания. Да какие могут быть основания, контроллер ходит по электричке и продает билеты, например тем, кто зашел на маленькой станции, где либо полностью отсутствуют кассы, либо оказались в данный момент не работающими. Да если даже и есть на станции касса, может человек просто не захотел купить билет или не успел. Почему он так себя нагло ведет? Видимо потому, что у него есть билет, и если запахнет жареным, в итоге он его кому-то, кому надо, предъявит, чтобы доказать, что он не безбилетник. Контроллер живой человек, тем более, женщина, ее работа не из легких, удивляюсь, как у нее хватает нервов, чтобы сдержаться. В чем проблема? Покажи билет и она пройдет дальше. А нет, автор уже заранее включил камеру, чтобы устроить скандал и потом все это выложить в интернет под заголовком, что контроллеры опять тупят. П.С. Помню, что из себя представляли электрички в тех же 90-х и раньше, запросто можно было остаться без денег с проломленной головой. Хотя, в принципе, нападения и сейчас встречаются. HTTP colon slash slash vclub.ru slash Не знаю, где как, но по крайней мере в Воронеже с этим вроде проблем нет. В каждой электричке помимо как минимум двух контроллеров, а с ними по охраннику. Вагоны постоянно курсируют полицейские с двумя-тремя охранниками ЧОП, а вагонов немного. Так что в каждом вагоне постоянно кто-то, да есть от РЖД. Жаль только, что поезда не обновляются, и что по линиям Воронеж-Лепецкий в Воронеж-Лиске не ходят хотя бы вот такие электрички. Источник фото. Как по линии Воронеж-Курский, Семилуки и т.д. Еще беда, постоянное сокращение пригородных электричек. Если взять для примера Воронеж, вспомнился репортаж по ТВ об возможной отмене электричек по линии поселка Бор, что около Рамони. Дело в том, чтобы из Бора добраться до Воронежа, куда очень многие ездят на работу, это возможно либо на электричке, либо надо добраться каким-то образом от Бора до Рамони, а от Рамони уже автобусом до центрального автовокзала Воронежа. Основная беда в том, что по весне сильно разливается река между Рамонией и Бором, и на несколько месяцев автобусного и автомобильного соединения между Рамонией и поселком Бор нет. Не знаю, чем все закончилось, об этом шла речь пару лет назад, но вроде сейчас по этому поводу тишина, значит не отменили. Вопросы, ЖД, ФОТО, ОШД 9